МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире вновь программа Планета Океан, а значит, нас ждёт увлекательное путешествие. Ну, а раскрывать морские тайны вместе с вами будут её ведущие Инесса Зайковская и Павел Матвеец. Сегодня приглашаем вас, наших зрителей, подняться на борт последнего обитаемого плавмаяка Ирбенский. И совершить экскурсию по новым отреставрированным помещениям. Заглянем на камбус, в какую-то компанию и обязательно выпьем чашечку чая на открытой палубе. А ещё познакомимся с удивительной находкой, поднятой со дна Балтийского моря. И попробуем раскрыть тайну останков гигантского морского млекопитающего, попавшего в сети рыбаков. Ну, а в конце нас ждёт знакомство с самым юным обитателем аквариального зала. Он родился всего пару недель назад, но уже успел произвести фурор в социальных сетях. Итак, наше путешествие начинается. Плавучий майяк Ирбенский ошвартовался у набережной исторического флота почти год назад, 29 июня. Снаружи прекрасные яркие, внутри полная разруха и запустения. Потребовалось полгода интенсивных работ и помощь друзей, чтобы уже в декабре 2017 года открыть для посетителей первые экспозиции. Судно принимало гостей, и в то же время на нём продолжалась реставрация, что позволило уже в начале июня этого года представить посетителям вторую очередь выставочного пространства. О том, что нового можно увидеть на Ирбенском, в нашем следующем сюжете. А на камбузе плавучего маяка Ирбенский ещё пахнет краской. В кают-компании работники Музея Мирового океана вешают занавески и картину самого судна. У причальной стенки собрались все, кто принимал участие в спасении и ремонте судна, а также курсанты Военно-морского института имени Ушакова. Открытие ещё одного сегмента – маленькое, но важное событие музея. Я искренне от души поздравляю вас с этим знаменательным событием и от профессорско-преподавательского состава, от курсантов Балтийского военно-морского института, Музею Мирового океана, наше плоское троекратное... Ура! 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 Две недели понадобилось музейным работникам, чтобы привести в порядок камбуз и кают-компанию маяка в первоначальное состояние, когда Ирбенский нес вахту, указывая судам морскую дорогу на Балтике. Вот кают-компания, такой мы её увидели, так выглядел камбуз. По сути дела, когда мы сюда пришли, здесь выглядело всё, как будто кто-то бросил гранату и ушёл. Так вот после гранаты пришлось это всё делать. Прошло меньше года с того момента, когда Ирбенский прибыл в Калининград и стал плавучим экспонатом Музея Мирового океана. Разбитые каюты, сломанные и закисленные приборы, гнилая палуба. Результат 20-летнего забвения у причальной стенки в Ленинградской области. Поначалу маяк даже хотели переплавить. Но его спасли работники музея. Шаг за шагом они начали восстанавливать корабль. Дошли руки и до камбуза, и кают-компании. Рабочие отремонтировали палубу, обшивку и иллюминаторы. Отреставрировали старый родной буфет. Пришлось делать своими руками. Вот нас три и четвертый ботсман. Четыре человека каждый день без выходных потихонечку. Ну, зато восстановили теперь уже. Старались восстановить точно так, абсолютно как было. Графины, граненые стаканы, скалку для раскатывания теста принесли друзья музея. Они и, конечно, военные моряки стали первыми гостями обновленной кают-компании. За то, чтобы здесь была всегда добрая и теплая атмосфера, за то, чтобы наш корабль жил. Но если у Ирбенского появилась кают-компания и камбуз, значит, все в порядке. Кают-компания уже принимает первых посетителей, где гости смогут познакомиться с бытом и службой моряков на Ирбенском. В сети рыбаков рыболовецкого колхоза за родину попался очень крупный и очень необычный улов. Останки морского млекопитающего зацепило тралом. Можно только представить удивление рыбаков, когда в сетях среди серебристой чешуи обнаружилась затылочная кость морского млекопитающего очень крупных размеров. Редкая находка была доставлена в Музей Мирового океана, где вызвала небывалый ажиотаж среди научных сотрудников. Почему? Расскажет наш корреспондент. Подобных посылок Музей Мирового океана не получал уже давно. Огромную кость, вес которой больше центнера, доставили в Калининград прямо с борта рыболовецкого судна. У сотрудников музея с первых же минут неподдельный интерес к новому экспонату. Очень хочется потрогать на самом деле. Ну, пористые достаточно. А что это у сколы говорят? О чем они говорят? Ну, о том, что тяжкое ему пришлось в этой жизни, наверное. Что-нибудь подобное в своей жизни вы видели? Честно говоря, вот на моей памяти это впервые в нашем музее. В фонде музея есть скелет серого кита. Возможно, это останки его сородича, более крупного размера. В любом случае, обнаружить такое на Балтике – большая редкость. Если мы представляем историю Балтийского моря, достаточно мелководного, позднего, так сказать, по происхождению, ледникового, оно как бы бывшее ледникового озера. То есть находка уникальна, на самом деле. Достать из кузова ценный груз оказалось не так-то просто. За долгое время пребывания в воде он потерял прочность, поэтому и обращаться с ним необходимо особо бережно. Предположительно, это затылочная часть древнего кита, размеры которого могли достигать больше 20 метров. Еще сегодня ночью эти останки находились в море на глубине больше 70 метров. В 15 милях от берега. Капитан рыболовного траулера в профессии почти 30 лет. Попадались, говорит, в его сети многое, даже двигатель самолета. Но такое поднял впервые. Оказалось, кит и какого года он, и почему он здесь оказался. Как говорится, жизнь рутинная, и в такие находки как-то ее делают более интересно. Решение передать находку музею рыболовы приняли без колебаний. У себя можно положить 10-20-100 человек, а тут, по крайней мере, тысячи людей могут посмотреть на эту уникальную находку. Сказать точно, наш ли это современник или все же действительно древнее животное, поможет радиоуглеродный анализ. Этим музейщики займутся в ближайшее время. Аквариальный зал Музея Мирового океана – одно из самых любимых мест не только калининградцев, но и гостей города. И каждый новый обитатель, словно магнит, притягивает сюда любителей подводного мира. На этот раз всеобщим любимцем стал появившийся недавно на свет детеныш кошачьей акулы. Имя новорожденному выбирали всем миром, а на страницах музея в соцсетях кипели нешуточные споры. Малышу еще нет и месяца, но его аппетиту позавидует взрослая акула. Нынешнего новорожденного пока еще не поселили в аквариум для взрослых. Он обитает в отдельной квартире, так что конкурентов на добычу нет. Сейчас у него будет завтрак. На завтрак у него кальмар мелко-мелко порубленный. Будем сейчас смотреть, как у него сегодня с аппетитом. Так, цыпа-цыпа-цыпа. Хороший у нас аппетит сегодня. Давай, ложечку за папу, ложечку за маму. Ай, молодец. Ну, в принципе, он животик уже набил. Вообще у них пока нет тормозов. То есть они, вот, пузико хорошо видно, достаточно набитое. У маленьких акулят нет тормозов в плане пищи. Они едят до тех пор, пока животики не становятся похожими на футбольный мяч. Когда чуть покрупнее, они, бывает, настолько набивали животы, что вот как барабан. Вплоть до того, что они не могли лежать на брюхе, переворачивались на спину, чем нас по-первыху сильно пугали. Он уже наелся. Кошачьи донные акулы неживородящие. Они откладывают яйца, из которых и выклевываются акулята размером всего-то 10-11 сантиметров. Малыш совсем ручной, но гладить его можно только от головы к хвосту, потому что шкура у него как наждачка. Вообще акулы – это особая гордость их теологов. Понадобилось почти два года, чтобы построить акулятник. И в мае 2006 года совсем крошечных малышей привезли в Калининград. Тогда для выпаса акул сотрудники аквариума построили специальный бассейн. И после акклиматизации уже поместили в аквариум. Несколько лет ждали потомства. А сегодня акулята рождаются в аквариуме с завидной регулярностью. Пять самок за месяц смогут отложить до 15 яиц. Бывали годы, когда скапливалось более полусотни акул. Так что сегодня их теологи вынуждены регулировать рождаемость плодовитых хищников. Нашли способ, можно сказать, биологический, природный. Просто-напросто запустили в аквариум с акулами четыре небольшие рыбки. Это вот желтые рогатые кузовки коровки и спинарок по кличке Людоед. Они замечательно прокусывают оболочку акулевого яйца, соответственно высасывают содержимое. И, собственно говоря, все, на этом проблема с переизбытком акул решена. Ну, кстати, надо сказать, они достаточно эффективно работают. Вплоть до того, что акула-самка только еще ищет место, где снести яйцо, они уже тут как тут. И как самонавляющиеся ракеты за ней следят. Был случай, когда попытались спасти вот это вот яйцо от наших этих крокодильщиков, так они огрызались. То есть они начали буквально кусаться, мол, это наша добыча. Крестили малыша всем миром. Музейщики предложили придумать имя калининградцам и объявили конкурс в соцсетях. Из множества имен – Полосатик, Тельняшка, Акулина, Муся, Мурзик, Матроскин – горожане выбрали Мурзика. Попутного ветра. Буйство красок и тепло далеких островов ждут вас, как это ни парадоксально, на берегах Балтики. Яркие впечатления и незабываемые встречи – все это в Музее Мирового океана. А вели программу Павел Матвеец и Инесса Зайковская. 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 Павел Матвеец и Инесса Зайковская.